К мысу радости Все равно, где бы мы не причалили Не подняв, нам стало преснив Яркий июльский день 1967 года Большая аудитория Белорусского государственного университета Пронизана солнечными лучами и заполнена абитуриентами Мы сдаем экзамены по белорусскому и русскому языку Пишем сочинения Мы будем, мы хотим быть студентами журфака Пишется легко и быстро, но волнуюсь И вдруг ощущаю, что кто-то наблюдает за мной И чувствую, что кто-то смотрит на меня Я поднимаю голову и вижу, как склонился Надо мной мужчина средних лет Плотного телосложения в темном костюме Он внимательно читает мое сочинение И вдруг спросил А вы где-нибудь работали в журнале или в газете? Нет Ответил я тоненьким голосом от волнения Тогда я не знал, что этот человек и есть декан факультета журналистики Я не знал, что пять лет моей студенческой жизни будет связано с ним Я не знал, что для меня и для моих друзей и коллег Он станет в каком-то смысле учителем по жизни Только вот поняли мы это слишком поздно Через жизнь, через расстояние и годы Но поняли Он был удивительным человеком Безгранично добрым, мужественным, честным, порядочным, талантливым Он умел понимать и прощать Наш декан Доктор исторических наук Профессор Григорий Васильевич Булацкий Когда вспоминаешь отца То прежде всего, конечно же Думаешь о нем как о родном человеке Отличительной чертой отца в семье Была душевная доброта и любовь к детям Я не могу вспомнить случай, когда бы отец повысил голос Авторитет папы для нас был непрерыкаем Он очень любил принимать гостей У нас очень часто собирались Такие дружеские компании Постоянно У нас были какие-то гости Застолье Веселье Отец брал аккордеон в такие минуты И звучали его любимые песни военных лет Катюша Темная ночь Очень любил активный отдых Как мы сейчас говорим Зимой это постоянно лыжи, коньки Летом и до поздней осени Это купание в Комсомольском озере Самым любимым праздником у папы был праздник День Победы 9 мая Вот это был праздник, который было святое, что называется, для отца Я вообще должен сказать, что с возрастом отец все больше и больше вспоминал именно военные годы О том, как он воевал И мама рассказывала, что даже во сне кричала Такой, Вася, уходи Продолжал воевать во сне Уже прошло достаточно много лет С дня смерти отца И все больше и больше Понимаешь, что Есть вещи, которые невозможно повернуть Есть вещи, о которых Никогда не забудешь Люди Которые остаются навсегда в сердце Это как раз об моем отце Отец для меня Это такой пример В жизни, который будет со мной всегда В 2008 году факультет журналистики был преобразован в Институт журналистики Белорусского государственного университета И сейчас мы находимся в прекрасной студии, учебном телецентре Институт журналистики Из которого я и веду рассказ о первом декане факультета журналистики Григория Васильевича Булацкого Здесь прекрасная аудитория, мультибиблиотека, компьютерные классы Об этом мы, выпускники начала 70-х годов, не могли мечтать Все начиналось на улице Красноармейской 5 В здании, где находился филфак БГУ Там и находились мы с 1 сентября 1967 года Факультет журналистики БГУ Создателем которого и являлся Григорий Васильевич Булацкий Он давно вынашивал эту идею преобразовать отделение журналистики филфака в факультет Но оказалось, что сделать это было непросто Тогдашний ректор Антон Никифорович Севченко без воодушевления встретил это предложение И Григорию Васильевичу пришлось очень долго ходить по инстанциям Объяснять, почему и для чего нужен факультет Он смотрел вперед И 1 сентября 1967 года Мы пришли в аудиторию В здание на Красноармейской 5 Как студенты факультета журналистики Григорий Васильевич был человек очень энергичный И если он верил в правое дело, которым он занимался То свернуть с пути его не мог никто Это было во всем и всегда Его хватало на все Он руководил факультетом и отвечал за все, что там происходило Он занимался научной деятельностью Автор монографии о творчестве известных публицистов и партийных деятелей Веры Хоружей, Кузьмы Черного и Пантелеймона Лепешинского Множество статей о журналистике, теории и практике И самое главное, я думаю, качество его характера Это чувство глубокой ответственности И не столько за себя, а за других Он прекрасно понимал, что он отвечает за тех, кто доверился ему И это было главным в его характере, в его действиях и поступках Когда я сейчас вспоминаю своего декана Я училась на журфаке в 70-х годах Григория Васильевича Булацкого И когда я вспоминаю его с высоты уже своего нынешнего возраста Опыта, прожитой жизни Я думаю, боже мой, какой же он был бравый человек Вот бравый И в каком-то смысле абсолютно свободный Человек, который прошел свои испытания Военные испытания, да и послевоенные испытания Сохранил какую-то широту натуры Я знаю, что он был человек, наверное, нелегкого такого нрава И не такой покладистый И суров был, и горячий был, и взрывной был Но мы, как студенты, этого не видели Он ничего не боялся Он мог войти в любые двери А тогда двери в советское время были закрыты И не так легко было войти И даже бравым офицерам, прошедшим войну Но именно в силу того, что у него такая натура была Он мог многое создавать Деканом он был замечательным Потому что вот я как бы чувствовала, что это вот тот самый отец для своих детей Детей, правда, в то время было не так много 50 человек на курсе, ну, может быть, больше Но он настолько знал каждого И настолько, как бы, вникал Особенно, когда были проблемные ситуации у каких-то студентов Он знал эти ситуации Когда я услышала его лекции Студенткой-малолеткой Я оценила его талант Я была компьютером И должна была все искать, ездить По архивам добывать Лекцию он читал без единого листика Он заходил в аудиторию Как-то он так вот рукава немножко поправлял Становился вот за этой огромной такой вот Ну, как мы называем, кафедра И без единого там подглядывания Куда-либо в какой-то конспект Без остановки Он спокойно нам читал лекции По каждому журналисту Вспоминая все даты Все названия там газет, где тот или иной работал Все его перемещения Куда он поехал, в какой ссылке он был У него память была феноменальная Еще я помню, когда мне студентки второго курса Вручали диплом Союза журналистов Это же было ого-го, как важно И он же мог меня вызвать в кабинет и сказать Вот я тебя поздравляю, пожар мне руку Мне бы этого было достаточно Но он перенес это на студенческое собрание Поздравил меня и вручил мне диплом Мне казалось, что счастья моего нет предела И потом, спустя год, я поняла, ну какой он хороший Такой педагогический жест сделал Ведь он же в меня вселил столько уверенности Что я могу, что я чего-то знаю Что я могу работать, что у меня получается Григорий Васильевич Булацкий родился 5 мая 1921 года В деревне Мочулки, что недалеко от Бобруйска Всего 20 километров 5 мая это день печати и день рождения первого декана факультета журналистики Двойной праздник, какое приятное совпадение Мочулки, деревня небольшая Все друг друга знали К Василию Александровичу и Дарье Кузьминишне Родителям Гриши относились с уважением Работящими они были очень доброжелательными и отзывчивыми людьми Гриша был пятым ребенком в семье И, как полагается, самый маленький, самый любимый Он был очень любознательным По-взрослому относился к тому, что происходило вокруг Ходил в школу за 10 километров в деревню Горбацевича 10 километров туда, 10 обратно Всего 20 и так каждый день Но учился с интересом и школу закончил с отличием Он хотел быть учителем истории И поехал в Минск, чтобы поступить на исторический факультет Белорусского государственного университета Поступил, это 1939 год Но учиться не пришлось Пришла повестка в армию В 1941 году он закончил летное Мелитопольское училище Штурман тяжелой бомбардировочной авиации Василий Петров, Алексей Ульянов, Григорий Булацкий Экипаж дружных, так их называли в 251-м авиационном полку Они хотели воевать, но на их многочисленные рапорты Отослать их в район боевых действий приходили стандартные ответы Подождите, ваше время еще не пришло И они решились на отчаянный шаг Они послали письмо верховному главнокомандующему В котором рассказали о том, что хотят купить свои собственные деньги Самолет и бомбить врага Через несколько недель пришел ответ Благодарю за заботу о Красной Армии Ваша просьба будет выполнена Подпись И.В. Сталин Это был самый счастливый день в жизни Григория Васильевича Булацкого и его друзей Деньги собрали На покупку самолета требовалась астрономическая сумма 150 тысяч Действительно, очень огромная сумма по тем временам И пошли свои личные сбережения Помогли товарищи А Грише пришлось продать любимый Баян 80 боевых вылетов совершил экипаж дружных во время войны Над Венгрией Григорий Васильевич получил осколочное ранение в позвоночник Три дня без сознания, несколько месяцев в госпитале И приговор врачей Инвалид, вы больше летать не будете А ему 24 года А хочется жить А хочется летать А хочется быть счастливым А хочется быть полноценным человеком И он сам себе сказал Я буду летать Это была его первая большая победа Над болезнью, над собой, над обстоятельствами Первая, но не последняя Григорий Васильевич Булацкий был сложный человек Когда я была его студенткой У нас с ним отношения были очень хорошие Потому что он любил всех студентов Хотя он был немножко деспотичный И на своих лекциях заставлял всех обязательно писать конспекты Мы немножко противились этому А потом были ему за это благодарны Когда я через несколько лет пришла работать На факультет журналистики преподавателем У нас с ним очень обострились отношения Не знаю, почему он меня плохо воспринимал Я решила с факультета уходить И даже у меня подобралось хорошее место Кстати, на телевидении Вот Но случилось совершенно неожиданное У меня дома раздался звонок Никогда Булацкий мне не звонил домой Никогда И вдруг он звонит и говорит приблизительно следующие слова Татьяна Дмитриевна Он никогда меня не называл ни по имени, ни на ты Татьяна Дмитриевна Я, наверное, был неправ в отношении вас Может быть, кто-то наговаривал А может быть, я сам не разобрался Простите меня Ну, стоит ли говорить, что я была в ступоре Вот, естественно, я все забыла Плохое и тут же ему простила Но, наверное, самое главное, что я поняла Что он был не такой однозначный человек Как я его себе представляла Он вернулся в Беларусь в июле 1946 года Приехал в Минск, чтобы восстановиться на эстфаке Но первый курс уже был укомплектован Ему предложили место на отделении журналистики филфаков В 1951 году закончил его Работал в газете «За сталинские кадры» Учился в аспирантуре, защитил кандидатскую В 1963 году уже был деканом филологического факультета Ну, а с факультетом журналистики связано почти 30 лет его Связано, наверное, это не то слово Это его детище, это его жизнь Наверное, его жизнь была бы неполноценной, неполнокровной И он бы не сказал «Я счастливый человек», Если бы в жизни его не было его родного факультета Мне посчастило уже идти, состракаться с Григорем Васильевичем У трохи по стасях Булацкий декан, Воробьев студент Булацкий декан, Воробьев редактор шматеражной газеты Потом, когда Григорь Васильевич уже находился на отпочинке Воробьев декан И мы состракались с ним, як со старейшим товарищем, каллеам И он, калле не калле, нават хлопаючи по плечи, говорил «Тримайся, сябра» И вот эти уроки Булацкого Они засталися для меня по сегодняшний день Як передоливать тяжкости Як, не глядячи на проблемы, их выращать Як ставить мету и досягать Я хочу адзначыць галовную рысу Булацкого Рыгора Васильевича Нават гэта не навуковый след Нават гэта не доследчицкий унесок А осяк па сённяшніх мерках Гэта Булацкий менеджер Гэта саправды зорка у гэтай працы Тому, шта толькі зорка можа запаліць сузор'я зорок Ізразумелаш, я хацю бэ ўспомніць пра Рыгора Васильевича Як чалавека вельми строга Вельми адказна Нават безлітосна гэта у нейких памылках Наших студэнцких, ці наших, як молодых выкладчиков Аль он був вельми и вельми адходлив Сённян мог адлупцаваць І при людях, але заутра, паслезаутра Падыдзе і скажа Сё прайшло, давай працаваць далей Аля працаваць так, каб мы не сутыкаліся На няких праблемах Рыгора Васильевич пакинул добрый след на земле І гэтый след працягуюць, яго гучны І я думаю, што і слова Булацкага І справа Булацкага Яшчэ не адно дзістігодзя А може і стагодзі Будуць добрым грэхам раздавацца на беларускай землі Пятого декабря 1946 года студенты в общежитии Отмечали большой праздник – День Советской Конституції Или, как еще ее называли, День Сталинской Конституції Душой всей кампании, как всегда, был Гриша Булацкаг Без його аккордеона не обходился ни один праздник, ни одна вечеринка І в этот вечер приглянула всему зеленоглазая красавица Студентка химфака Галя Ольховская Через два года они поженились Вспоминая о своей жизни с Григорием Васильевичем, Галина Николаевна Сказала, что за 50 лет совместной жизни Она не услышала от него ни одного грубого слова Он безумно любил своих детей, внуков Приходил после работы усталый Но всегда находил время погулять с ними Поиграть для них на аккордеоне Мы прекрасно помним, каким был Григорий Васильевич Когда общался с нами, каким он был деканом Каким он был человеком Мы его уважали и боялись А боялись его так, как бояться отца Дети, которые нашкодили Многие из нас не отличались усердием в учебе и примерным поведением Тогда декан вызывал студентов в кабинет И тот получал по полной программе Но мы знали, что он отходчивый Что это все скоро пройдет И что ни злобы, ни мести со стороны его по отношению к нам не проявится Он был очень человеком доверчивым Очень открытым, очень доброжелательным Помогал всем, кто обращался к нему, если мог помочь Но ведь не всегда за сделанное добро мы получаем добро в ответ На него писали анонимки, кляузы, жалобы Доходило до абсурда Однажды его вызвали в народный контроль И попросили предъявить квитанцию об уплате за тот легендарный самолет Он был потрясен Реагировал болезненно на обиду, на несправедливость При этом он не менялся, он оставался таким же открытым, таким же доброжелательным Он не менялся ни на сантиметр, не отходил от своих жизненных принципов В начале 90-х он серьезно заболел Болезнь Паркинсона – это действительно очень тяжелое и коварное заболевание Которое подтачивает и физические силы, и разрушает нервную систему Он боролся до последнего, он был очень мужественным человеком Умер Григорий Васильевич 8 февраля 1999 года В своей книге Григорий Булацкий «Перекрестки судьбы» Лауреат Государственной премии Беларуси Олесь Мартинович Пишет о том, как в дни фестиваля белорусской журналистики Григория Васильевича пригласили в Дом литераторов Чтобы вручить премию и диплом, и почетный знак Союза журналистов Беларуси Когда он поднялся на сцену, ведущая обратилась к залу Кто считает себя учениками Булацкого, поднимитесь Встал весь зал до единого человека Он смотрел в лица этих людей, своих выпускников И на его глазах появились слезы Да, ради этого стоит жить Он жил, слушая свое сердце Руководствуясь очень простыми принципами Возможно, сейчас забытыми Порядочность, честность, справедливость Он был очень мужественный человек И все понимал, и мог простить Наш первый декан Григорий Васильевич Булацкий Все равно, где бы мы Не причалли к островам лек Сиреневых птиц К масу радость, к скалам печаль Милей, не подняв Не подняв Нам устал Приснет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok